привет мир начало такое сумбурное мне в общем вартан сейчас говорит с петровича машина должна приехать они там заказ сделали ну я в общем на хвоста решил сесть и в купе с заказом с их досками там решил заказать пачку техно николя каменной ваты для обшивки нашего пеноблока поэтому сейчас если нужна будет помощь помогу им и заодно заберу свой огромный заказ пойду и квартан слышу там машина уже приехала реклама петровича видео попадет привет в этом нем там немного я думаю сейчас прям помогу вам а где наш этот утеплитель а в утеплитель тоже заказала вон он это пеноплекс я думал там заказ такой большой а вы же вроде вагонку говорили заказывать доски открываю а куда вам столько ты знаешь материал лично не бывает вот этот материал я прошлом году покупал по моему за 180 рублей 1 стоит 440 даю это чё дюймовка до или двадцатка калибрована я не буду говорить за сколько я покупал я знали сапилки ну да это она баба вот обработанная прям и откуда вы хотите то их потом на дом а что ничего я посмотрю потом как шкаф будете делать все я вернулся вот такие вот дебиля и заказал каменную вату вроде по моим расчетам должно хватить на эту стену карта ну пошел посмотрел там с яблонь очень много яблок попадала на землю и варта как раз два дня назад говорил собери ты эти яблоки а то они гниют портятся поэтому девчонок сейчас собираю и идем собирать яблоки собираю девчонок чтобы собирать яблоки туфтология как это получилось и для наших животных яблоки вообще кстати будут тем временем котенок у нас играется а я убеждаюсь что у нас у меня склад мастерская достаточно резиновая резиновая сколько бы я не вытаскивал досок они появляются я прибираюсь и достаю все новые новые доски но ничего они мне как раз пригодятся для обрешетки нам для нашей обшивки на дом остается их только подрезать подровнять вот допустим из нее можно как минимум две штуки сделать из этой две штуки кстати бабочку нашел я думал она сухая она шевелится шевелится и вон ой все улетела я думал она высохла ну да ладно спасибо спасибо да я знаю все летай короче подготовил я 7 рек вертикально кто спрашивал почему горизонтально вот они сейчас вертикально стоят обрешетка и на них потом будет горизонтальном положении крепится обшивка обрабатываю антисептиком написано было но такой вот биозащитный состав невымываемый написано было бурый цвет по мне так это желтый просто желтый цвет у я два купил один прозрачный который пойдет для обшивки то есть обрабатывать буду и а вот этот невымываемый брал для лак под террасу кстати прикольная конструкция за это и ограждение может быть такое сделать него такого бурый цвет написано ну ладно это все равно закроется но я просто попробовал этим более торцы надо было обработать сейчас заобработаю и поставлю их на место а 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 и пока дом выглядит таким полуфабрикатом но уже на шаг я приблизился к тому чтобы обшивать уже начать дом из вали посмотрели как будет смотреться доски которые мы отшлифовали я вам скажу что очень даже красиво все одна досочка прикручена осталось еще 14 штук не спрашивайте меня как я это буду делать у меня в голове все уложилось главное чтобы ты сейчас уложилась вот сюда правильно все показывает вот сюда погнали короче мой муж сегодня ударно трудится прям его даже на обед еле дозовешься ну в общем с девчонками пойдем тогда картошку полоть картошку полоть на ужин до что у меня просто вот я записывал видео головной как он называется штурм был и я сел вот сюда просто анализировал как вот это все кривое закрыть аккуратненько ну красиво в общем сделать ну вроде придумал а ты картошку пойдем полотка в общем мы тебе не должны мешать и мы должны держать подальше правильно как подальше держаться ну если ужин будет то половить да я шучу вам еще приду надоем на хорошо мы-то можем где чем помочь нет ладно это доработаем и пошли картошку полоте все ушли у нас девчонки уже здесь сейчас мы приступаем к этому делу сон там трава уже с тебя ростом еще не значит оставляем немножечко идем обратно я пошутила ладно ну что мы сейчас как думаешь за сколько время справимся я думаю у нас поменьше времени на это дело уйдет главное где замучила у нас травы нет а вот день замучировано в общем беремся за работу полотенцевый человек вместо кепки надо кепку одевать удобнее будет ладно приступаем вот такая конструкция получается для углов в принципе я ее потихонечку выравниваю шурупами здесь по уровню вертикаль этой стороны немножечко чуть-чуть буквально внизу 5 миллиметров вот и с этой стороны также 500 миллиметров получается короб две стороны одинаковые но и с этой стороны надо будет теперь добить также вот такие рейки планки в эту сторону а здесь и добить бруски для того чтобы можно было вот эту обшивку от окна соответственно сюда прикрепить а потом от нее же непосредственно вот к этим рейкам ну к другим пойду посмотрю девчонки что там делают тут у нас кролик 2 который миксоматозом заболел он более ну такой пободрее чем первый тоже глаза опухают у него но он такой шустренький ты чё один глаз более-менее 2 нет ну уж еще не повесил иди ищи там себе подорожник нашел подорожник нашел да правильно подорожник нужная вещь держи будешь это ну на держи не хочешь иди бегай иди бегай привет на я тут решил по проведать я думал вы уже здесь все выкопали пожарили до ужин приготовили только сырой до сырая картошка вали если честно на месяц вперед готовит еду и она холодильнике вся быстрее 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 надо доедать до чтобы ты не сказал это не спасло ситуацию видно вон она ладно пойду дальше делать это не шмель это моль какая-то сидит моль да а чё она есть есть нектар ты чё ешь нектар ты ешь нектар да вот тыкнул пальцем улетела мы тут с вами записываем видео записываем камеру не включили опытные операторы и блогеры да я все поняла по твоей реакции в общем что у нас картошка чисто мы все ее почистили все хорошо что я там говорил я уже забыла что говорила в общем можно было бы конечно эту траву такую оставить но в течение недели двух картошку уже надо выкопать мы бы ее просто не нашли так что хорошо что почистили плюс эту траву мы здесь вот а вот где она вот здесь вот сложили она еще и как муча будет так что все идем кормить нашу папу и нас тоже кормить хочешь кормиться на когда на воздухе на свежем поработаешь аппетит хороший просыпается и кушать хочется так что пойдем кормить папу и нам самим кормиться пойдем сонки слушайте а ведь действительно цвет бурый теперь вот этих реек изначально был желтый на антисептике было написано деревесина приобретает бурый цвет на самом деле такой вот бурый цвет короче здесь обрешетка уже готова на этой стороне самое сложное здесь то есть окантовку вот вокруг окон я поставил коробки и теперь ориентируясь по ним надо выставить вот здесь вот коробах по углам кто-то советовал конечно же бревна отпилить и сделать все это заподлицо но я этого не буду делать я легких путей не ищу поэтому мне нужно сделать коробах из брусков и реек ровненько то есть одинаковые что с правой стороны что с левой вот в принципе и вот здесь вот внизу бруски еще чуть-чуть добить сколько их 3-4 штучки осталось и все и на следующий день наверное уже или через день наверное завтра надо потихонечку уже обшивать дом и пеноблок вот так вот ровненько все пойдет в ту сторону как вам столько яблок попадала вообще они еще будут и будут падать потому что так что вы можете проходить там еще вот этих больших наших деревьев полно что если телегу еще да не 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 мы сегодня потом еще поднял все наконец-то ты остановила триммер да я хотел сказать что у нас необычный ужин сегодня шампиньоны вместо мяса мы обычно мангал подготавливаем к мясу но в этот раз у нас шампиньоны в масле и в соли второе мясо белок да мы жарили такие шампиньоны достаточно вкусные получились так что сейчас я еще перец притащу и кабачки я несу шампун с перцем обожаю перец на углях а ты уже первый я как повар даю себе право попробовать первый шампиньончик он не горячий внутри там кипяток внутри должен вам этот внутри вода она очень горячая это одно из любимых теминых блюд шампиньоны хоть каждый день меня ну блин темную я вот сейчас поставлю дай-ка мне тоже попробовать я сделал надрезики в этих шампиньонах и просолил хорошенечко с маслицем аккуратненько это второй вариант первый вариант я не делал надрезы и он снаружи только был солененький сейчас он и внутри просоленный не вкусно правда очень перчик поставлю я еще баклажаны да и баклажаны люблю но мне баклажаны пока вот такие маленькие их срывать не буду кабачок сейчас маленький найду его тоже на угля завалю да очень вкусно тема там слюни пускать сейчас я найду маленький этот кабачок у нас все уже за столом у нас вот такой вот сегодня ужин салатик картошечка или грибочки жаль конечно что грибы не растут у нас в городе но все остальное свое не те да не те их нельзя есть правильно все ладно всем приятного аппетита так садись папа ну пошли ужинать приятного аппетита сейчас я тебе еще принесу этот картошка жарится вилочка ведь красиво вот эти вот надрезики и здесь вот соль как-то не фокусируется даже картошка втолоке я не буду все это они а что ведре еще осталось они зерна просят зерна просят на обычный вечер нам зерно даем каким-то мою руку гусь все время меня норовит укусить знает что получит потом как вы думаете почему тёма так долго все делал это все потому что здесь нас не было мы сейчас пришли все быстренько сделаем как вот как вы картошку быстро выкопали вы выкопали починили так и будете мне помогать я думаю мне надо отсюда этот сейчас не прилетит на я шучу конечно много инструментов но мы пришли правда помогать этим и здесь делается еще не так быстро потому что он как бы делается из того что бушных материалов а я очень много почти в мастерской очень много почистил прям вот захожу и эхо слышно как тогда я говорю только место освободилось я предлагаю вали вот как я сделал справа страны сделать также слева и наберут нее не буду зря я сейчас можно тебе чем помочь да вот это дело не буду но я не сказал что не буду но просто я же это помогать ничего делать не буду да нет я буду ну что-нибудь такой простенькая ладно не мы сейчас все равно поможем ты можешь кстати тема а придумал новое дизайнерское решение вот эти вот доски поперек горит красиво только покрасим от шлифовом на 100 штук еще штуки три поставить и будешь вы тяжелись и не надо тебе просто между досками так это уже истерика начинается от этого да ладно сейчас он доделает у него там раз уголок два уголок уголочки старика от того что приходит говорит можете очень помочь вот это делать нет и уходит валя как супер истинная жена решила мне помочь в моем нелегком деле я вот и даю антисептик нужно обработать все рейки которые здесь вот есть это ну да я уже говорил об этом он бурым бурым цветом станет но это неважно он не вымываем и и вот эти вот все все обрешетку надо обработать главное дал ей задание она ушла понятно все там стремянка есть труд а я вот такие вот доски обрабатываю мне нужно будет подрезать в определенный размер несколько таких вот досок я их обрабатываю вот так вот они получаются шлифованы уже показывал в предыдущих видео и вот у меня получается разбивка идет дома вот по вот этим вот остатком 207 здесь 940 650 в принципе неплохо все укладывается даже вот швов практически не будет видно то есть вот только здесь у него здесь небольшой пока валя там табуретку тащит я как раз этим сейчас и займусь пока моя классная жена тут до обрабатывает досочки так 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 подмазывает да подмазывает нет я буду крепить вот доски они по отдельности очень красиво смотрятся будем чуть позже посмотрим как это будет всецело выглядеть полностью но вот этой стене полностью так что валя как раз закрашивает я вот с этой стороны начну короче начинаем вот Субтитры сделал DimaTorzok Быстро ужин кушается, да не быстро дело делается. Новая фраза от Артема Андреевича. Не говори. В общем, у нас получается так, что не хватает вот с этой стороны, внизу длинных досок, с той стороны надо срывать и шлифовать. И плюс вот это бревно, оно все-таки выступает, и по многим комментариям мы сориентировались и решили, что не будем его обтесывать. Как-то надо его обыграть, то есть типа лесенки что-то сделать. А так в целом, вот как тебе, жена? У нас пробная обшивка, можно так сказать. Как раз смотрим, как это будет смотреться. Мне вообще очень нравится. То, что здесь и структура дерева видна. Вообще все очень красиво. Да, у Али плохо слышно, а мы устали просто немножечко. Да, умотались вообще. Я говорю, мне очень нравится структура дерева, то, что видно. Надо что-то придумать с покрытием, с краской. Если мы краской покроем, то вот это вот все скроется. А я не хочу. Но при этом еще и дерево надо сохранить и цвет какой-то придать. В общем, я пока не знаю. Но антисептиком бесцветным мы будем обрабатывать однозначно. А потом уже будем смотреть. Может быть лаком, может быть маслом. Ну, чтобы вот текстура сохранилась, да. Да. Ой, пропажа вернулась. Рыжая она. Да ладно, я только вспоминал сегодня. Эй, Тейт, ну ты чего это? Да ее там, видишь, она в табуретку не помняла. Ты что? Я тебя зову, зову всегда. А ты не идешь. Главное, сегодня вспоминали, где царапа ходит, а? А потому что нечего чужих кошек колбасками кормить. Прикармливают, да. Да, в общем, вот, в этом же, в этой же концепции продолжим дачу. Да, и я надеюсь, что в следующем видео мы все-таки покажем, что мы хотели сделать. В общем, тогда через полгода подключаем, что мы говорим. Все, вы поняли, что мы устали, короче. Как там Соня говорит, язык заплетает? Нет, язык. Я говорю, у меня уже язык не вяжется. Язык заплетается. Да. В общем, ладно. Видео длинное, но... Если учесть, что это со старых досок, которые мы вытащили, отшлифовали и назад запихали, это очень красиво смотрится. Я так думаю. Осталось определиться с цветом. Да. Всем спасибо, всем пока. Валя болтает. Ладно, все, пока. Не будем затягиваться. Ну, сам говоришь, сейчас коротенько скажем. Ну, говори. Все, коротенько сказали. Все, пока. Пока. Это бестия пришла, поздоровалась и обратно. Зачем домой идти, когда там кабаской кормят? Зачем? Ну, все. Потерявшка наша. Ага. Она меня не узнала. Ты где вообще там носилась? Не узнала. Ну, что ты? Ну, что ты? Как так-то? Рыжие должны все вместе держаться. Ну, ты что? Жессика здесь. Замети, это ты сам сказал. Смотри, как обняла. Кролики рыжие здесь. Ну, а ты где? Ну. Соскучилась. Конечно. Ты просто антисептиком, наверное, плачешь, она тебя не узнала. Угу. Или колбасы наелся. Ты колбасы? А, это она. Посмотри, как обняла. Ну, конечно. Ну, конечно. Ой, ладно, пойдем уже. Все, ладно.